Всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора, с вами я Андрей Шутов и пострадавшая девушка. Она уже ранее рассказывала свою историю про психотеррор с Галиной Лазовицкой. Галина Лазовицкая у неё интервью брала, сейчас я хочу взять ещё у неё интервью, чтобы она ещё дополнила свою историю, дополнительно рассказан. Ну представьтесь, расскажите. Здравствуйте, меня зовут Людмила, я с Нижних Серёг. Приехала в Нижние Сереги в 2009 году после развода с мужем. Ну с мужем мы развелись нормально, без всяких проблем. Я приехала туда в Нижние Сереги, к маме переехала, с ребёнком, с маленьким. Сыну было три года тогда, на этот момент. Это был девятый год. Переехала я туда в марте и в мае я устроилась на работу в Нижнесергиевскую администрацию районную. Устроилась на работу и буквально через два месяца, не знаю, что-то поменялось, я почувствовала себя, ну скажем так, не очень здоровой. Почему-то стала чесаться кожа, зудиться. Вот именно место от локтя до плеча. Прямо до такой степени, что это все шли такие покраснения и вот, как бы, как это объяснить, такие небольшие кровоподтёки. До такой степени. Вот. Стала, значит, работать, ну, в девятом году. А в одиннадцатом году стала совсем себя всё хуже и хуже чувствовать. Всё это время я работала. Нормально, как бы, всё на работе было, в общем-то, более-менее. Скандалов не было никаких, ничьё место я не заняла. И, ну, никаких проблем, связанных с работой, не было. Почувствовала себя плохо, значит, обратилась в больницу. Меня положили в больницу, стали капать, чистить кровь, как говорят. И вот, значит, чистили кровь. И с девятого года я, оказывается, начала болеть печень у меня, потому что печёночные пробы стали превышать вот все нужные параметры, ну, примерно в два раза. Билирубин, там щёлчная фосфатаза, вот всё такое. И так получилось, что тогда в одиннадцатом году, значит, они меня поставили в больницу на учёт к инфекционисту. И каждые четыре месяца мне приходилось ложиться в больницу, чтобы поправлять своё здоровье. Значит, прокапываться, принимать какие-то там, ну, лечения соответствующие. И вот, значит, я лечилась до двенадцатого года в Нижнесердинской района больницы. Всё это время мне не могли поставить диагноз правильный. То одно, то другое. Я сдавала много анализов, ничего не помогало, ничего не проясняла ситуации. В двенадцатом году меня отправили в областную больницу в Екатеринбург, где мне поставили цирроз печени. Сразу же прям не выявлены теологии. То есть причину точно так же они не смогли найти в областной больнице. И после этого я должна была каждые полгода наблюдаться в областной больнице, ложиться каждые полгода, как вот, как по часам, постоянно. При этом мне делали плазмофорез, то есть чистили вот кровь прямо в отделении диализа. Откачивали желчь из организма. Она почему-то так копилась и вот не выводилась. Беспричинно точно так же. Везде написано, что не выявлены теологией. Все это время я лечилась, значит, до семнадцатого года я работала там. В администрации, получается, и каждые полгода я ложилась в больнице. Значит, на работе при этом заметила, что на работе у нас точно так же болеет мой начальник отдела, что у него такие же проблемы с кожей, такие же проблемы с кровью. Он тоже стал точно так же ложиться в больницу ездить в Екатеринбург. Но у нас не разглашалось, не принято объяснять ситуацию, что ты лечишь и почему ты там лечишься. Но я так полагаю, что у него было то же самое все. И заметила, что у нас, значит, наш отдел находился от администрации в пяти минутах ходьбы. Не в самом здании администрации, а в другом. Аренда помещения там была на первом этаже, а над нами была такая шумная квартира веселая. Там жили наркоманы. И вот каждый день, когда мы приходили на работу, вот наш коллектив, а коллектив у нас был шесть человек, мы обязательно проветривали помещение, потому что запах стоял такой специфический. Вот ну как химии, натуральной химии. Мы все время думали, что это значит они, эти наркоманы, что-то варят. Как-то вызывали полицию даже. Сантехников, конечно, само собой вызывали, чтобы они там разбирались, что это может быть у них там канализация или что-то еще над нами. Ну, значит, сантехники уходили, причин не находя никаких. Позвонили в полицию. Шел полицейский и говорит, а что вам тут не нравится? Никакого запаха я не чувствую. Мы еще так все дружно посмеялись. Ничего себе, мы тут дышать не можем, задыхаемся все. Все кашляем, все уже тут это чуть не переблевались. Они, значит, он приходит и говорит, что вроде никакого запаха нет, все нормально, на что вы жалуетесь. Ну и, в общем, потом начались, значит, у меня начались проблемы со здоровьем, у руководителя нашего отдела начались проблемы. И потом как-то у сотрудницы у нашей, она вот так же, я как раз лежала в больнице, мне потом они позвонили, сказали, что она сидела на приеме, был прием граждан. И вот она, говорит, сидит, она сначала почувствовала жар по всему телу, то есть горело лицо. И тут же, говорит, прям покрылась вся красными пятнами крупными. Ее прямо с работу везли на скорой. То есть вот этот запах, мне кажется, такое дал, что организм уже все был присыщен этим. Она приезжала в больницу неделю, значит, ее так же чистили, кровь все капали. И потом вышла на работу. Сначала вышла я, потом вышла. Она вот говорит, да, так плохо стало, почему-то на работе. И, значит, через какое-то время наш отдел переводят в само здание администрации. Мы стали работать там, в администрации. И проблемы также со здоровьем так и остались. Причем они были, они, знаете, становились... Я все время чувствовала какое-то недомогание по утрам. Ночью спать. Утром засыпаешь, утром засыпаешься, как вареный. Там буквально час поспал, два, да. Стало тяжело совсем. И кожа прямо зудилась, как будто я себя чувствовала как-то. Вот будто бы что-то, вот прям мурашки какие-то по коже, вот как ток электрический проходит. И вот эта кожа зудится. И ночь уже, как бы ты не отдаешь себе отчета. Утром я просыпалась, были просто не все в крови, просто. Маленькая, буквально ранка, из нее сочилась кровь, как не знаю, что. Я сразу все убирала, значит, все это стелило чисто. И вот так вот длилось, я не знаю, наверное, с полгода это мутилось. Терялось только крови, и вот никто ничего не находил, и никто не мог сказать причины, почему это так случилось со мной. И, значит, в 2015 году мы переехали в здание администрации. Шеф все так же лечился, ездил. У него со временем стал чесаться лоб, я так поняла. Вот до такой степени чесался, что там прям, я не знаю, это дыра целая получилась у него на лбу. Он настолько вот это все чесал и заделось у него вот именно там. Но я видела, что не только там, конечно, это все. Все равно же замечаю, тем более раз у самой такие проблемы. Видишь, что он болеет, что он так же болеет, что вот то же самое чувствует. И вообще в администрации, конечно, там почему-то, видимо, теперь я уже знаю, что такое психотроника, и что такое, значит, электромагнитное облучение. Я видела, что, и я точно знаю, что у людей, ну, там очень многие кто, у кого зудится кожа, у кого проблемы. Тем более, когда лечишься в больнице, потом уже на дневном стационаре я, я не выдерживала эти полгода до областной больницы между этими своими, значит, поездками туда по направлению. Я же в больницу еще нашу, и много кто лежал в администрации, во время обеда, допустим, придут в дневном стационар, чистить кровь. Много кто-то было с администрацией. Именно, то есть администрация попала под такой удар, вот это вот электромагнитное облучение, я знаю точно, что это есть. То есть зудились и чесались там все почему-то. И, значит, в 15-м году случилось так, поменялось законодательство, у нас земельное, я работала в земельном отделе, у нас стоял на очереди, сейчас он уже начальник Нижнесердневского РВД, мужчина со своей женой на получение земельного участка. И так получилось, что когда он стоял на очереди, ему выделили этот земельный участок, уже были подписаны документы, все. И он не успел зарегистрировать в юстиции эти документы, и они уделили силу. То есть участок он не получил. И администрация района передала все свои полномочия в городские администрации на разделение вот этих земельных участков. У нас оказалось так, что наши помощи остались недействительными. В общем, он остался без участка. И, значит, проблемы со здоровьем еще больше усилились. Причем не только проблемы со здоровьем. Началось вообще что-то, вот жуткий госталкинг тогда начался. Все соседи, просто это вообще все соседи в этом участвовали. Постоянный шум на лестничной площадке. Они туда даже вынесли кресло. Я жила на третьем этаже. Между третьим и четвертым поставили кресло. Сидели там, значит, в сборище такие. Пью-пью, шумят, теряются там. Ну, это все, в общем. У меня утром я уходила на работу к восьми часам. Вечером возвращалась, ну, после пяти. Работали с восьми до пяти. Утром, значит, меня провожают. Я смотрю на работу, иду, что вот одни же люди вокруг трутся. Они стоят, они ждут, когда я их увижу. Потом, значит, отходят. Идут там, ну, другое место там ждут, когда я до них дойду. И пошли дальше потом. И я уже потом увидела, что это все таксисты. Встречали и провожали, это были таксисты. Там есть такое такси Трегубова. Вот этим занимались таксисты. Встречами, значит, проводами. Домой приходишь, уже, значит, вечером все. Все соседи здесь на лестничной клетке. Вся эта молодежь. У нас молодежи там, этот твердый этаж полностью. На втором, на четвертого этажа полностью молодежь. Все квартиры как бы задаются. Дом такой был. Дом старенький. Ну, и для молодых в основном. Значит, они все там вот отдыхают, шумят. И просто заметила как-то, что... Ко мне, в общем, пришел знакомый в гости. И я стала замечать, что не уж какой-то дома. Ну, думаю, все сели как бы стены, перекрытия. Это все тонкое. Слышно это все так. Думаю, может телевизор, может что-то еще. Еще знакомый сидит и как бы говорит. Ты знаешь, у тебя, мне кажется, что-то стоит, какая-то аппаратура стоит дома. Потому что вот то, что мы сейчас с тобой обговорили, говорит, вот я точно, говорит, слышу, что у тебя вот за стенкой обсуждают эту же самую тему. Я говорю, ты знаешь, как бы я замечаю, что вот этот бугнешь весь. Но я не думаю, что... Он говорит, ты вот подумай, что вот это вот так и есть. Что, ребята, тут что-то стоит. Значит, квартиру я снимала у женщины, внук, которая работает в Следственном комитете следователем. И он тоже жил со мной на одном этаже. У нас буквально дверь в дверь выходили квартиры. И вот я только тогда задумалась, что может быть что-то и стоит. Я, конечно, давай это все искать. Где там что можно было поставить. Но раз я в этом ничего не понимаю и не разбираюсь, я, конечно, ничего не нашла. И потом заметила, сижу как-то у себя в кабинете. И вот слышу голос, просто полностью комментарий того, что я делаю в кабинете у себя. Причем у нас как бы не было настроено ни видеосъемки, ничего. Я еще поинтересовалась у нашего руководителя. Я сначала сказала ему об этом. Я говорю, вот так и так, мне кажется, компьютер взломан, потому что через динамик я что-то слышу. Я слышу, как вот я работаю, говорю, и это обсуждается. Может, говорю, мошенники. В общем, по его даже, как бы он сам посоветовал мне сходить в РОВД и написать заявление. Сходила в РОВД, написала заявление, что мошенники там это. Но может быть на самом деле и есть мошенник. А может все-таки сама администрация, я не знаю точно. Расследователь дело, пришел следователь. Она сидела у меня 40 минут. Значит, мне все тишина, я работаю просто тихо, как бы все, она сидит. Потом, спустя какое-то время, мне, значит, приходит постановление об отказе, возбуждении уголовного дела. Ну, как это называется-то правильно? За отсутствием состава преступления, по-моему. И все, она уходит и тут же начинается снова. Я снова слышу эти комментарии. Снова через этот же компьютер. Пришел наш компьютерчик, посмотрел. Вроде бы, говорит, никаких подключений не знаю. Я, говорит, ничего не вижу здесь такого постороннего. Я снова иду в РУВД. Они говорят, ну тогда обращайтесь в прокуратуру. Я пошла в прокуратуру. Прихожу в прокуратуру. Там майор, по-моему, или не знаю, помощник. Ну, в общем, прихожу в прокуратуру и объясняю ситуацию. Он говорит, и тогда я выношу постановление о том, что пускай дело, это отправляются на следование. Пускай, значит, проводят полностью проверку. Если у них нет специалистов, то пусть ищут. И снова отправляется дело в РУВД. Тогда уже даже приходить никто не стал, ничего искать никогда. Ничего тогда они стали искать. Я пришла сама в РУВД к этому следователю. Следователь Карпелина была, вот насколько я помню. И объясняю, значит, где, там документы и вообще, что делается по моему делу. Как все проходит. Она говорит, а ничего не делается, потому что у нас нет таких специалистов, как бы этим заниматься. Мы снова вынесем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А административного и уголовного вообще просто в отказе. Ну, я поняла, что ходить туда, значит, бесполезно. Они не будут разбираться, раз у них нет таких специалистов, и они их возьмут еще. Хотя вот это все продолжалось, и потом началось-то вот именно все на работе с рабочего компьютера. Через какое-то время, наверное, через месяц, через два, то же самое происходит у меня на ноутбуке в моем. Значит, я уже дома после работы, сижу в этом ноутбуке, и вот просто, вот точно так же, через динамик, они абсолютно вот видят все, что, видят комнату, видят все. Потом уже в итоге я заклеила там камеру и все вот это. Но разговор-то не прекратился, динамик-то как бы работает. Ну, и в общем, вот настолько такие сильные у них технологии, и вот, в общем, еще когда вот это все началось, значит, он стал... Ну, и вам сбили память просто. Вы рассказывали, что ничего не прекратилось, вам проверили, все с компьютером, все было нормально, и все равно продолжался этот голос. Откуда он был? С какого динамика? Или что было? Динамика с рабочего динамика. Рабочий компьютер спрашиваете? Да, 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 да. А на самом деле голос в чем? Ну, вот я так и думаю, что с рабочего компьютера, с динамика, через динамик, через интернет, у нас полностью уже компьютеры подключены в интернет. Понятно. Постоянность в сети, вай-фай как бы это все, ничего не выключается, все время в интернете он. Я понял. Вот, и еще не сказала, значит, когда в 15-м году все это началось, вот соседи, вся эта возня с соседями, тут вообще начались такие прям паломничества, толпами люди шли почему-то в наш подъезд, значит, на четвертый этаж поднимались там, в квартиру определенную, и вот вообще просто кучами, я столько знакомых, лиц видела, что им вообще, в общем-то, в этом доме, ну, кому ходить непонятно, неизвестно. И, в общем, еще жуткий запах стоял в квартире. Вот как-то ночью просто просыпаюсь, и он настолько прям разъедает аж вот внутри всю гортань, невозможно дышать, и такой привкус во рту металлический и горький. И после этого, вот, после этой вони чувствуешь себя просто вот вообще, не знаю, потерянным, вообще не понимаешь, вот не осознаешь, причем пахло и в ванной комнате через вытяжку, я так понимаю, и на кухне, и в самой комнате жуть стояла, просто вот вообще вонище, дышать невозможно. Это вот когда наркоманы вот эту вот свою фигню, это вообще просто отдыхают по сравнению с тем, что вот творилось в этой квартире. И, значит, разумеется, в больнице сразу отметили, что такое ухудшение, потому что показатели биохимии там вообще скаканули, я не знаю во сколько раз все это стало превышать. Все полностью, полностью сменился состав крови. Причем и у меня, и у ребенка в 15-м году мы сдавали анализы ребенку. У него было то же самое. Ему стало так же плохо вдруг резко, он никогда не болел, он маленький ребенок, вот, чем болеть. И, в общем, у него тоже так же вот были проблемы такие же, начались проблемы с кровью. Именно тогда, после того, как вот в квартире стоял вот этот жуткий запах. И тоже стал себя плохо чувствовать, по утрам как бы тяжело вставать. Разбитый, конечно, и вот так тяжело стало, в общем. Потом, так получилось, на работе в 16-м году у нас сотрудницу, ее, а, да, еще не сказала, в 15-м году, ко мне приехал знакомый мой из другого города, мы с ним были знакомы, ну, уже лет 5, наверное, он приезжал так периодически. Работал он вахтовым методом и приезжал, когда мог. И вот как раз в тот момент он ко мне приехал. Приехал к нам в гости, у него заболел зуб. Причем заболел настолько, что вот вообще раздулась щека так у него сильно. Мы на следующий день пошли к зубному, ему удалили этот зуб. Все вроде бы, все нормально стало. Но в следующий день он себя почувствовал плохо, он говорит, у меня болит живот. Вот я прямо не могу, говорит, чувствую, что живот болит до такой степени, что, может, аппеницит, может, еще что-то. Говорит, надо скорую вызвать. Мы ему вызвали скорую. Его тут же увезли на скорую в больницу к нам. Он пролежал неделю в больнице. Говорит, тоже так же, все ему говорят нормально. Пришел УЗИ, капельница, все, каждый день ему капельница. Ну, и, значит, 5 дней он лежал в больнице, в субботу его выписали. В субботу он пришел, все нормально. В воскресенье он опять себя чувствует плохо. И вот эта вот вонь у нас стояла как раз в квартире. Ему стало плохо, он не мог не есть ничего. У него стал раздуваться живот. Вот это потом уже, как бы, вот я так полагаю, что я читала про все эти болезни печени. И вот я же раз лежала в больнице, я это все видела. Это называется водянка. При печени, при поражении печени. И, значит, в воскресенье ему стало плохо, он не мог не спать, ничего. Он себя плохо чувствовал. И он прям весь, не знаю, пожелтел, позеленел. В понедельник я пошла собираться на работу. Он пошел собираться в больницу. Собрался в больницу. Пошел, говорит, ну это, если, говорит, нет, то, если, говорит, нет, то потом и вещи не принесешь туда в больницу. И все. Ушел и пропал. Нету, нету. Звоню на телефон, телефон недоступен. Ну, значит, думаю, ну, он, ну, он бывал такой, как бы, у него такое есть. Он загулянный мальчик такой, ну, молодой, веселый очень. Думал, может, это. С друзьями уехал домой. Может, на вахту вернулся. Может, еще что-то. Как-то даже, ну, раз такое было уже, что он уходил вот так, не предупредив, он звонил, что вот получилось, вот ты. Ну, и, значит, через сколько? Через неделю после этого приезжает его брат, его брат с Италии. Звонит мне на телефон. И это, говорят, вы знаете, вот тут Олег приехал, брат Пашего Алексея, и он бы хотел с вами встретиться. Он уже, говорит, вот буквально у двери вы не могли бы нам открыть. Я, значит, говорю, ну, да, сейчас, конечно, когда открою, я еще так удивилась, думаю, Олег из Италии приехал, Орехи нету. И стала, побежала, как бы, открывать, выходить, и выходит как раз этот следователь со следственного документета, он брился, видимо, весь в пене такой вот, выходим, говорит, там к тебе сейчас придут насчет твоего знакомого. И говорит, это, выйди, откроем, или что, говорит, я не знаю, говорит, что там тебе скажут, ну, посмотришь. Причем мы с ним, ну, как, общались по-соседски, ну, так, привет, привет, там. И все, сейчас секундочку, я попью. И, значит, я выхожу на улицу, и Олег, Олег, говорит, ты знаешь, там это случилось, говорит, такое, в РОВД, говорит, его, Леха, говорит, пошел в больницу, когда переходил дорогу, его взял по трой ППС, потому что они решили, что он пьяный, раз он идет, так, как бы, слабость у него, его шатает, и у него с собой документов не было. И они его, говорит, забрали и увезли к себе. И, в общем, после того, как они увезли его к себе, я уже потом у знакомого, значит, Олег ушел, все, он сказал, что Леха, значит, умер, надо забирать тело, все, будут похороны, ушел. И потом через знакомого я узнаю, как это все было. Значит, наряд этот, да, взял его, когда через дорогу он переходил. Его, видимо, избили, я так полагаю, потому что потом они пытались его снова в больницу пристроить, когда поняли, что ему действительно плохо, в больнице его не взяли. Они его отправили в Екатеринбург, в тюрьму под номером 2. Не знаю, я вот вообще не знаю подробностей, и Олегу ничего тогда не сказали, и Олегу не дали историю, значит, болезни, вот, в больнице он лечился, вообще ничего не дали. То есть так получилось, что вот тогда я видела Илюху последний раз живого. Потом его забрали в РОВД, и все, его живым больше никто не увидел. И, значит, ну, все это мы пережили, конечно, тяжело переживали. И потом как-то, значит, сижу тоже так же за компьютером, и слышу, что скажи, через, ну, вот так же вот динамик, не то, что там постоянно это было, как бы вот, то, что там разговоры эти. Просто слышу, скажи, и пускай выйдет на балкон. А я вышла на балкон. Хожу на балкон, и, значит, там напротив есть дом, частный дом, огород там, беседка такая красивая, я еще когда выходила, как ухоженный дом. И там сидит компания в этой беседке. Значит, говорят, вон она вышла, смотри на нее. И прям все обернулись. Те, кто был в этой беседке, и все обернулись, что да, я вышла. Ну, ну, видимо. И я потом узнаю, что это, значит, вот этот огород, вот этот дом. Там живет сестра, вот нашего Нижнеперлинского, начальника Нижнеперлинского товарова, вот этого анонима. Который, значит, не получил участок, и вот, в котором, значит, получилось Алексеем. Алексеем. Я тогда же не знала, что она там живет. Это доминочка. Вот, проще. Пропадаете. Пропадали вы. Еще раз перескажите. Пропадает? Да, еще раз перескажите про начальника. Ну, вот, значит, они все обернулись, и вот тогда я узнала, что этот дом, это дом сестры, начальника Нижнеперлинского РОВД. Ананина. Чербишева Елены. То есть, это ее дом. Я так полагаю, что это был он там с ней тогда, в этой беседке. Ну и вот. Сейчас не пропадаю, связь плохая, да? Да, все хорошо. Нет, связь хорошая. Просто резиновая. Слезь нормальный. Угу. И, значит, в 16-м году как-то вот тоже все тогда, значит, с запахами это все утихло, тогда началось с электричеством. Лампочки постоянно, перегорали лампочки. Началось все с лампочек. Буквально каждую неделю везде меняешь лампу. Потом, значит, сгорел вот блендер сгорел, новый на гарантии, 10 дней. У меня прошел день рождения, мне подарили блендер. Сгорел блендер. Потом сгорела машинка, стригаться. Потом сгорел, значит, ноутбук, и сгорел сразу системник у компьютера, у сына на компьютере системный блок. То есть сгорело все разом вот так вот. Буквально каждый день что-то горело, перегорало. Вся техника полетела разом дома. Видимо, что-то уж такое было. Вот такие перепады были. И вот, значит, в 16-м году у нас люди взяли нашего отдела, взяли на взятки. И, значит, всех стали вызывать в РУВД, в ОБ. Проверка шла долго очень. Всех проверяли. Но, в общем, ну, это уже все, конечно, забыто давно уже. Ей вынесли тогда наказание, которое она сейчас отбывает, условное. И меня в 17-м году отправляют учиться в Екатеринбург на повышение квалификации. Я поехала с такими же специалистами, только с верхних серёг. То есть я с нижних серёг поехала, а их две поехала с верхних серёг. Сидим как-то тоже на паре, как бы на лекции. И Альбина говорит, вот эта девочка с верхних серёг, она говорит, мне плохо. У меня, говорит, вся голова, вся, говорит, будто бы, говорит, ну, как бы, запекают меня, говорит, и это. и вся кожа зудится. Я, говорит, наверное, сейчас уйду с занятий. Но она, значит, досидела эти занятия. Мы жили все в одной комнате тогда, нам снимали, сняли, организация наша сняла. Она пришла домой, она говорит, вот у меня вот такое бывает. Часто я, говорит, с собой, у меня, говорит, в сумке прям целая аптечка. Я, говорит, считаю, что это у меня такая аллергия. Я, говорит, бывает прямо так ни с того, ни с сего. То зачешу, мне плохо станет, то вот ещё что-то вот такое. С кожей, говорит, такие проблемы бывают, что вообще просто ужас. То есть, я-то сейчас понимаю, что это тоже облучение. Раз сама так же, Мария. То есть, она с администрацией другого города, нашего же района. Ну и вот, и значит, в 17-м году это было. Мы все подшли эти курсы. Это было весной. Я приезжаю на работу, и начались проблемы у меня. Значит, то я не успею что-то сдать вовремя, якобы для шефа. Он мне поручил, вроде бы как, а я не сделала. И потом, я говорю, он мне такого не говорил даже делать. В общем, стали подгрызать на работе. Длилось это, значит, довольно-таки долго. Всё вроде бы успеваешь, вроде бы всё делаешь. В сентябре, я в августе ушла в отпуск. Я приехала сюда, в Пермскую область, к отцу. Я говорю, пап, у меня там на работе, говорит, что-то это, возня какая-то начинается. Я, наверное, говорю, уеду оттуда, потому что, говорю, я уже и на город на этот смотреть не могу, мне там всё надоело. И, говорю, как бы на работе я уже так устала, я не хочу больше там оставаться. Даже, говорю, вот если и будет возможность, что не уходить, и будет возможность и потерпеть, можно, конечно, всё, но я уже не хочу. Говорит, ну, конечно, тогда если что-то там будет, соберётесь, приезжайте. Ну, и всё, значит, август-сентябрь у меня отпуск. Я приезжаю домой сюда, в Нижний Сергей потом возвращаюсь, и начинаются звонки. Надо прийти, сделать то, надо прийти, сделать это. И так вот буквально через день, несмотря на то, что я в отпуске. Значит, ходил, делал то, что мне говорил мой начальник. Потом в итоге, значит, он как-то утром звонит, что снова надо выйти, опять надо что-то сделать. Я дома сажусь, пишу заявление об уходе, прихожу. Знаете, я в общем-то наработалась, подпишите мне заявление об уходе. Ну, надо советоваться с нашим главой, там, что скажет глава. Ну, я не думаю, что глава будет против. И, в общем, да, мне так подписали заявление, без отработки. Все, будучи в отпуске, я ушла с работы тогда. И переехала. Подождала, пока ребенок закончит, значит, четверть. И переехали мы в Пермскую область. Сюда, поближе к папе. Ну, здесь какое-то время было в общем. Тоже сняли квартиру здесь, в городе Лысьва. Адрес Врепина, 32, на втором этаже. Надо мной потом вот на третьем этаже встали соседи, я не знаю, началось все, конечно, со стука. Стучат, шумят, колдят. Причем там жила бабушка с взрослым сыном. Сын взрослый, но он не работает нигде. Ему что-то 45, что ли, 43 года, в общем, мужчина. И вот постоянно просто пылесос, это не знаю, раз по 10, наверное, включался, чего уж там пылесосили, не знаю. Вот такой шум. Постоянный шум. Постоянно что-то они долбят, постоянно что-то стены, постоянно что-то. А потом как-то выхожу в кухню, ночью покурить. И у них там на третьем этаже горит свет. И как бы отблеск от света вот этого падает на деревья. Ну, раз у меня темно, я вижу. Он, значит, поднимает руки на кухне и вот как бы и просто показывает жестами что-то. Вот я вижу, что он руками показывает. И так из соседнего дома напротив вот эти вот пьяные крики там эти вот. Он показывает, что вот руку вниз все стихает. Потом снова вверх опять этот же шум. Опять вот этот голдеж пьяный из соседних из соседних ну как соседних полянок соседнего дома от соседних лавочек. А темно на улице, ничего не видно. И вот у него просто включен свет и вот он стоит на кухне и это вижу. Ну и в общем потом, значит, вот этот сосед такой вроде бы взрослый мужчина, да, 43 года такой фигней заниматься. И когда я сюда переехала, я устроилась в суд, в мировой суд, и у меня резко заболела судья. полтора месяца моей работы, резко заболела судья точно так же. Она вся перечесалась, она вся покрылась пятнами, но у нее, значит, сделали заключение, что это, как называется, болезнь детская, ветрянка, ветрянка. Я это вижу, что это не ветрянка, она, конечно, вся была просто в этом. Она вся измаялась и в итоге она ушла с работы тогда. То есть я с своим судьей проработала совсем получается недолго. А когда пришла новая судья, она пришла со своим секретарем сюда уже и в общем меня попросили с работы. Без всяких скандалов и истерик. Я тоже собралась и ушла. В общем-то там вот, хорошо, ладно, не будем связываться даже. Вот. Так я ушла сюда, здесь. И потом, значит, я долго тут искала работу. Тут поработаешь, там поработаешь немножко. Как-то получалось так. То заболеешь, то сопли. То простынье, что еще что-нибудь. Каждые вот три месяца приходилось что-то искать и что-то менять. То есть это очень тяжело оказалось. Ну и в итоге, значит, я нашла работу, нахожу работу нормальную наконец-то в этом. Теперь энерго построилась. И здесь я опять заболела. Тут я заболела, конечно, жестко. У меня заболела печень. И я стала лечиться, и я была полгода на больничном. То есть меня вывели на группу, мне дали группу, инвалидности. Ну и так получалось, что не дают физически. Ну и все, и сейчас мы переехали в деревню, живем в деревне. Спокойненько, так, более-менее спокойно в сравнении с тем, что, конечно, было, это все. Стало потише. Вот такая история. Скажите, пожалуйста, вот изменилось ли что-то в доме, в частном? Что вообще изменилось? Нет, мы не в частном доме, мы сняли квартиру так же, но у нас соседи все, в общем-то, старенькие, и я всех знаю, раз я здесь сослала, я тут всех знаю, и здесь более-менее спокойно, да. Но хотя я постоянно чувствую напряжение, как я сказала, уже электрического потока. То есть, вот машинка, стиральная машинка у меня автомат, и она при мне почему-то вот не сразу работает, либо так очень долго грузить, мне стоит отойти, все нормально, она заработала. То есть, электромагнитное, не знаю, поле такое, что... Техника, вообще, с техникой у меня очень... У меня очень... А скажите, когда вы жили в той квартире в том городе, к вам приходили в дом тайно? В Нижних Серегах да, приходили. И как я заметила, причем ни вещи не портили, ничего не портили, просто я как-то увидела рассыпанный сахар. А я такая, как бы, очень нескрупулезна ко всему, потому что у меня всегда порядок, думала во всем. Ребенок, он не ест так сахар. Да вот... Я если делаю чай, то я всегда ему сама делаю. То есть он у меня сам и очень самостоятельный такой. Говорит, да не трогал я свой твой сахар там. Я говорю, а что сахар усыпан? Ну, как бы, так не один раз так было просто. Так не один раз так было просто. То есть, да, в квартиру, значит, приходили. в квартиру, значит, приходили. Вообще, как вы считаете, по какой причине это все случилось? Ну, ваше мнение, вообще, по какой причине избирает нас? Ой, я знаю. Кстати, я забыла сказать, вот когда начались еще эти проблемы, вот определенный круг администрации, они прекрасно знают, что творится. Потому что у меня есть когда проблемы, вот я покрылась этой сыпью, это было вообще просто коростом, я покрылась тогда, вся кожа так жудилась и в определенных местах причем. И я ходила в колготках, как бы, в темных таких, и я просто вижу, что мужчины выходят покурить двое, Жабанов и Захаров, тогда они работают в администрации у нас. И я просто смотрю, что они смотрят именно на эти места, на мои проблемные места, которые я вот так стараюсь скрыть. То есть смотрят так с осуждениями, я зашла, я оборачиваюсь, мне взграют между собой, и оборачиваются на меня, смотрят. То есть вдруг администрации не знают, что творится. И мне кажется, их это вполне устраивает. Также в определенный круг Нижнестеринского РУВД. То есть это игры, вот такие, есть все, все в куче. Это непростые люди. Скажите еще, что вы чувствуете внутри вас, внедрено что-то, какие-то чипы, что-то глаза. Что-то есть, потому что мы же не можем так реагировать. Я вот смотрю тоже на пострадавших, я слышала это интервью, все так не может обычный человек реагировать. Конечно, что-то есть в теле. Вы не наблюдали каких-то непонятных эффектов у вас в глазах? Может, освещение? Нет, нет. В глазах нет. но вот мне в этот раз сделали тоже снимок черепа. И как бы там есть определенный участок, насчет которого наши врачи сомневаются, мне назначали тогда на МРТ ехать. Но так как я заболела совсем с другим органом, я, конечно, на МРТ головы не поехала. У нас так надо, чтобы ехать нужно еще в город, в областную больницу, чтобы сделать МРТ. Я не поехала. Вот они что-то видят, что-то есть, какое-то обзывание. То есть, а вам снимки не показывали? Снимки сделали, но снимки рентгеновские. Обычные. Ага. Да. И сказали, что-то видят, да, на снимках, что-то непонятное? Что-то непонятное, нужно пойти МРТ. Ага, понятно. А вы не прошли еще, получается? Нет, не тех, а где? Нет, не тех, а где? А, я тоже не прохотил. Ну, тоже что-то с этим. Ну, я думаю, если посмотреть на всю картину, то можно будет ужаснуться. Еще вот постоянно... То есть, все тело напичкано чем-то, это 100% какими-то чипами. Вот этот же запах, это же они, все равно что-то это делается. Потому что... Это химическое оружие. Просто реагировать на все, начинаешь что-то. Да, еще постоянно слист в ухе в одном. Прямо постоянно такой, будто аппаратура какая-то работает, так как все. Может быть, не свист, а типа такой писк, такой ультразвук. Ну, вот что тогда... Ну, то есть, у меня тоже... Я вот слышала, что у многих такой есть. Просто вот, когда какую-то может быть информацию, но они загружают такой звук, такой писк, ультразвук, слышно, так и да. Есть такое. Но такое редко у меня бывает, ну, бывает, может раз в неделю, где-то, может, ну, может даже не раз в неделю, может, может чаще, когда, может, спать, ложишься там, что-то типа того, когда в спокойном состоянии, можешь это услышать, да, и, конечно, вот еще хочу добавить, что вот у нас у всех такие проблемы. Я, конечно, в первую очередь пошла к психиатру и наркологу. То есть, я концентрировалась там. И каждые вот полгода я, получается, так я для себя все делала, чтобы у меня были вот эти справки, все, мне как сказали, чтобы эта справка у тебя должна быть как в паспорте, всегда с тобой, чтобы ты могла доказать свою вменяемость, что ты нормальный человек, что ты ничего не делаешь. И еще забыла сказать, у меня дома домашнее животное живет, крыска у меня. И вот, когда вот, когда я начинаю вот это чувствовать, кожа прямо буграми ходит, у меня, у меня вот этот бедный зверек, он прямо по клетке мечется, он может себе место найти. Бедненький. Да. Сочувствую и вам, и крыске этой бедненькой вообще. Ой, я не знаю, что дальше будет. Может быть, что-то еще расскажете, что-то упустили важное. Да, я вроде бы не знаю даже. Может, конечно, столько всего и очень много информации. Может быть, что-то и упустило. Возможно. Возможно. А что помогает от этого? Защита какая-то? Использовали что-нибудь? Нет. Не помогает ничего. Ничего, даже вот эти вот ткани всякие не экранируетесь ничем? ничем. Потому что с головой же невозможно это все постоянно экранировать. Не работаешься ведь так, да? Это вот я у кого-то из знакомых тоже слышала, что разговариваю, и вот она снется и говорит, что только цинковый гроб от этого, наверное, может скисти. не поможет. Одна жертва в цинковом гробу заварила себя не в цинковом, даже в металлическом. Ничего не помогло. она просто скончалась. Да, она скончалась от недостатка воздуха. Звали ее сейчас я скажу как. А вы пока мне расскажите какие что эти ублюдки на данный момент что ну за это за тот год какие увечья эти наносили психотронным оружием на расстоянии вам. Ну так опишите. Вот учитывая, что у меня полностью значит у меня ну полностью причем она в таких размерах что она больше чем обычная она вот ну понятно что вот органы поблины и значит делали мне снимок сердца и вот сердце прислушивали и вот полностью я пришла отследование написано заключение что деформация сердца то есть вот печень настолько это все выдавило что вот даже вот уже сердце не формировано ну и конечно у нас состав крови вот абсолютно он другой и он уже не поменяется он не изменится он не будет нормально ну и вот плюс к этому значит снимок головы мрт все-таки надо будет сделать то еще там то есть полностью здоровье конечно полностью его надорвает но и длиться это вот считайте 10 лет получается с 9 до года да кстати еще мучить бессонницы прям вот бывает неделями не можешь вспомнить скажите что нелетально вы пережили какие вещи на вашем теле эти ублюдки сделали на расстоянии вот расскажите еще раз увечья какие ну вот вы говорили про порезы да вот на коже конечно это жутко что творилось на коже с кожей просто буквально вот издевались из царапали все царапалось все чесалось кровище лилась значит там я не знаю в ритрожах наверное уже можно измерить это все но вот периодически это все заживает все проходит причем так ровно все заживает все нормально походит потом снова начинается расчесываться жуткие язвы в общем не помню как зовут эту девушку но фотография ее есть у меня в одноклассниках такая беленькая девушка в общем она не выдержала облучения и поехала на завод столярный и попросила сварочным аппаратом ее заварить прямо в металлическом гробу и естественно от недостатка кислорода она там скончалась она отказалась вываривать крышку то есть вот так это было на жизнь но это конечно жуткая история то же самое что с Андреем саркиным человека доверие психушке так облучаешь он катался по полу от боли и в конце концов скинулся по моему москву реку да да кстати насчет боли да вот когда еще это в 15 году нет это наверное было в 14 в общем тоже так же резко заболел сильно очень живот а да забыла сказать в 15 году это что мне тогда было получается ну еще совсем молодая чуть 30 лет и в общем полностью отсутствие месячных вот я конечно извиняюсь за такие подробности полгода не было месячных то есть они полностью стерилизуют проходишь значит это все больницы потом следование все нормально здоровая женщина вам еще рожать и все но они полностью стерилизуют можно потом уже вообще не переживать за потомство и не можешь забеременеть то есть нас стерилизают да я считаю так конечно да я считаю так конечно ну вот мне некоторые люди говорят короче что в общем когда женщина хочет забеременеть и эти ублюдки дают послание что мол не рожаем и твоего ребенка все равно убьем вот и все то есть это ужасно просто ужасно жесть жесть я согласна как вы считаете при пси-терроре можно ребенка стоит ли заводить или нет о думаю нет я думаю нет тоже как и собаку как то есть это просто опасно просто это насмерть ты знаешь что в любую момент его могут изуродовать да когда ты все еще и сам проходишь детям такого совсем не желаешь да ты что в таком мире родить ты слышишь ты попал в такую ситуацию тебя преследуют какие-то психопаты везде ты видишь какие-то вещи фантастические необъяснимые в твоей квартире происходят на твоем организме на твоем теле с твоим мозгом с твоим зрением с твоим слухом то есть все это делается на расстоянии и причем ты это знаешь осознаешь что это реальность это не вымысел это правда ты это чувствуешь что это видишь каждый день и что будет дальше ты подаришь жизнь самому дорогому на свете существу это человеку да и ты подаришь эту жизнь ему дашь вот душа здесь родится в этом в человеческом теле и что это человеческое тело с детства изуродует да они же могут по сути этой технологией этой аппаратурой плод изуродовать в зачатии спокойно если они контролируют все процессы тела я вот живу я расскажу от себя вот я живу в городе Гомеля меня зовут Андрей Шутов я нахожусь в этом уже с 2000 где-то 12-го года как это у меня все началось вначале это было психологически подготовка вот это вот когда они начали меня подсаживать на всякие темы радикальные чтобы вытащить из меня какую-то информацию чтобы была причина моего облучения у меня тема коснулась национализма и какой-то политики вот потом меня уже начали дискредитировать по поводу этого вот то есть они специально провоцируют это чтобы была какая-то причина я так считаю то есть хитрая схема научная вот вот стерли память что-то хотел рассказать вообще вы понимаете что-то хотел рассказать что-то вот хотел и удалили это из кластера памяти просто вот может никто не поверит но он даже мне постучал сверху этот фашист вот и короче чё же я хотел рассказать о чём я говорил вообще я живу в городе помню так да все ничего не абсолютно нихера не помню извиняюсь за французский комедия расскажи расскажите вы что-нибудь теперь я не знаю я ничего не помню базарью ничего не помню все стерто вот ну в общем конечно насчет соседей я хочу сказать что вот таких уродов просто это надо придумать и вообще и он еще и развод за копейку денег это действительно готово на все мы 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 знаем что ты знаешь видишь его с ними общаешься как тогда и здесь они просто от чьи это ужасно я я со своими соседями нет я в целом говорю что а да да на улице вижу здоровый так иду привет здравствуй 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 но еще не и востоков зашли они вот такие да вот просто жут ну кто то понял что это все чушь собачья какая то кто то кому то приплатили кто то сам фашист фашуга ему нравится так деньги зарабатывать но это же боком все выйдет естественно просто так же ничего не понимаешь кто просто так за это будет платить все боком выйдет потом у них же тоже есть дети и своя семья квартира и так далее что не думать самые умные нет конечно просто так в этой жизни ничего не бывает если кто то кем то пользуется или кто то шикует сейчас жирует а кто то подыхает рядом в соседней квартире это же не значит что тот кто шикует а жирует за счет кого то будет всю жизнь так делать нет конечно за все придется заплатить я благодарен господу что я столкнулся с такой стезой с таким чистилищем на этой земле что тут можно как бы почиститься душу очистить свою боль пытками этими вот то есть я рад тому что господь дает такие испытания надеюсь это все зачтется мне кажется неинтересно было бы жить просто вот как они наверное да принес печать дьявола печать зла и жить в шоколаде на всю жизнь пока кто то где то дохнет и наслаждаться жизнью не думая ни о чем одноразовой жизни конечно это все печально печально ну я желаю этим людям покаяться прийти к вере осознать что это страшные грехи потому как это очень жестокие грехи потому что нельзя на другом горе на чужом горе зарабатывать какие то деньги что то там делать даже если ты понял в чем дело нельзя продолжать этого делать я всех ганг сталкеров которые проводят ганг сталкинг над пострадавшими от психотеррора от пыток и экспериментов секретными технологиями правительства и так далее советую всем покаяться прийти к Богу и исповедаться и причаститься святых христовых тайн чтобы очистить свои души у вас есть еще время этой временной жизни потом будет уже другой суд и за каждый грех вы ответите если у вас еще есть разум какой то остался если вы приняли уже окончательное решение в добрый путь как говорится благословит вас господь ну такие дела Людмила что я им передам что вы добавите от себя чудо то что он что хотел спасибо вам большое за канал такой вы молодец такой вы молодец такой вы молодец вы молодец тоже что даете правду людям не все рассказывают правду это великий подвиг на это надо решимость и смелость так что вам это защитится легко жить по неправде в несправедливости вот знаешь как вот эти сатанисты говорят вот хочешь быть богатым служи мне поклонись поцелуй меня взад ты будешь богат легко все и просто получишь власть деньги бизнес а легко жить ой а сложно жить по справедливости да постоять за Бога мы стоим за Бога я считаю вот помните фильм брат 2 сергея банка вот скажи мне американец в чем сила разве в деньгах нет вся сила в правде за кем правда тот и сильнее да так то так это и есть а правду видят люди так что мы будем кое как просвещать людей я думаю все люди должны осознать что сейчас идут последние времена уже вот потому что именно век технологий и генных технологий генной инженерии завели человечество в тупик и человечеству надо уже задуматься как ему отвечать перед Богом за эти грехи и поступки вот так что всем придется за все отвечать еще я считаю психотеррор это настоящее мученичество человеку надо понять что он попал в эту ситуацию исключительно за грехи своего рода своих предков надо вымаливать сейчас грехи своего рода всего и Бог приняв покаяние помилует душу как написано в библии претерпи до конца и спасешься великий грех и страшный грех прервать свою жизнь и не вытерпеть это испытание до конца вот я советую всем молиться почаще почаще каяться на исповеди в церкви пока еще церковь православная не предана и коммунизму меньше читать ереси всякой в интернете и изучать лжерегии потому как мы всем рождены на святой православной земле от святого крещения Киевской Руси которое дано было моим святым апостолом Андреем Первозванным который пришел на эту землю вот так то и все люди должны осознать и не быть детьми что есть единая святая вера которая всех нас объединяет вот и не склоняться ни к каким лже еретическим религиям пока люди этого не поймут они будут все страдать потому что Бог сейчас пытается в последние времена очистить как можно больше душ душ человеческих вот просто так если кто-то думает что без контроля все происходит он заблуждается без контроля ничего не происходит Бог не дает ноши свыше человеческого человеческих сил сейчас я прочитаю одну чудесную молитву она очень краткая очень краткая но в ней очень великая мудрость так сейчас я открою свой чудесный молитвоспорт спасибо Господу Богу за то что он мне его дал и сейчас я зачитаю эту молитву и я вам ее расформулирую и вы поймете в чем вся суть не попусти молитва преподобного Симеона нового богослова не попусти на меня владыка Господи искушение или скорбь или болезнь свыше силы моей но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарением сейчас я расскажу о последних пытках значит моих значит вот есть такая пытка когда вот последняя когда тебе жестоко колят именно какой-то участок мозга вот у тебя от этого идет жесткие спазмы такие вот боли в глазах колкость такая кишечный тракт весь у тебя останавливается тебя настолько мутит что стопорится весь организм ты как короче не туда и не сюда ты не можешь ничего с этим поделать ты просто тупо ну вот от боли просто входишь в совместение туда-сюда туда-сюда по квартире не знаешь что с этим делать вот и тогда ты уже начинаешь Бога просить чтобы Господь избавил от этой пытки ну как бы благодарить но я не прошу Бога избавить я стараюсь как бы переносить сам но и благодарю Господа за все почему фишка в чем не попусти на меня владыка Господи искушение или скорбь или болезнь свыше силы мои но избавь от них или дару мне крепость перенести их с благодарением мудрость вся в том что Господь дарует нам крепкость перенести их с благодарением поэтому с утра когда пытка у меня заканчивается я его стараюсь благодарить за то что он мне дал силу не попустил на меня то есть такого такой болезни да свыше силы моей как все Господом Богом посчитано вот и заметьте любая вот эта вот пытка она длится а потом прекращается а значит мы ее можем выдержать некоторые гневаются да безбожники особенно еретики они не молятся Богу они не говорят Боже спасибо тебе за то что ты очистил меня ведь тот кто на нас это колдует все делает он берет себе страшный грех а ты когда молишься даже за него даже за этого человека я за всех соседей своих молюсь за всех этих людей поименно я их всех знаю я за них молюсь кто только дверью хлопнул все имена у меня есть я все молюсь за них и я надеюсь они придут к покаянию они услышат меня вот а мои молитвы мне зачтутся а те еретики которые думают что Бога нет они их проклинают проклинать этих людей психотронщиков нельзя вы берете страшный грех на душу потому что проклятие дает бес если вы думаете что этим психотронщикам что то будет нет они сами сатанисты с ними ничего не будет они сами служат демону дьяволу вот и демонам поэтому единственное что помогает это обратная защита то есть когда ты молишься за них вся отрицательная энергия и все эти посылы от них проклятие наговоры зло косой взгляд все к ним возвращается а почему а вот ты взял за него и помолился у тебя есть целая стена защиты это молитва а просто когда ты пытаешься защититься фольгой или экранироваться разве тебе это помогает мне нет людмила вам это помогает нет нет а бог вот каждую молитву учитывает постоянно постоянно то есть это все копится 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 и благодать господня сходит вот была какая-то история 2000 человек пришло в храм причаститься вот а причастилась кто-то рассказывал какой-то святой рассказывал что всего 38 человек с 2000 представляете а почему а потому что на этих 38 человек от искреннего покаяния сошла только благодать господня вот что такое значит то есть мы все грешные каждый мелкий грех очень важен а что такое грехи наших предков грехи наших предков это целые династии скопления прегрешений наших прародителей понимаете и чтобы их вымолить надо слезно у бога просить чтобы он простил наши грехи ведь за грехи родители отвечают их дети а мы кто мы мы дети наших родителей мы получать наши родители дети еще прародители Прародители, дети, прародители. Это целая династия человечества, целая династия людей. И вот поэтому сейчас, в последние времена, Господь попускает мученичество бескровное. Поэтому я советую всем людям, которые находятся под психотеррором, переносить эти пытки, принять это как бескровное мученичество, молиться Господу Богу и просить каждый день, чтобы он простил и помиловал их за грехи своих прошлых предков. Некоторые молитвы у меня есть по поводу этого, сейчас еще почитаю. Значит, это несколько редких молитв, которых, ну, их надо вам переписать будет. За почивший свой род и молитва вторая о прощении грехов своего рода. Молитва первая за почивший свой род. Помяни, Господи, весь почивший род мой, всех и же от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцов, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти. Их же имена ты вся веси и ослаби, остави, помилуй и прости им вся согрешение их вольное и невольное и даруй им Царствие Небесное. Аминь. Вторая молитва. Молитва вторая о прощении грехов своего рода. Господи, милосердный и судья праведный, наказывающий детей за нераскаянные грехи родителей до третьего и четвертого рода. Помилуй и прости меня мою семью, моих живых и уже усопших сродников и весь усопший мой род. За великие и тяжкие грехи и богатступничество, за преступление и попрание соборной клятвы, крестоцелование народа русского, на верность богоизбранному царскому роду, за измену и предательство на смерть помазанника Божия святого царя Николая II Александровича и всей его святой семьи, за отречение от Бога и православной веры, за гонение на святую веру и церковь, за разрушение и осквернение храмов Божьих, святынь и своего православного Отечества, за идолопоклонство, богомерзких праздников, обрядов, идолов, символов и идеалов сатанинской религии, богоборцев, за все самоубийства, убийства, колдовство, блуд, разврат, матершину, богохуйство и все аборты, совершенные вроде моем, и за все прочие тяжкие грехи, хуления, кощунства, скверны, беззакония рода моего от века, саделные, о них же ты вся веси, Господи, не остави нас до конца в грехе всех наших погибнути, но ослаби, остави, помилуй, прости меня, и усопших сродников, весь усопший мой род, разреши узы, соузы греха и неправды, растерзай клятвы, кои мы связаны, за беззаконие наше, сними проклятие за эти страшные грехи, с меня и со всего моего рода. Вы понимаете, насколько серьезна эта молитва? Эта молитва, получается, раскаяние за то предательство, которое совершил наш весь усопший род. Это предательство, во-первых, Николая II, царя, это первое. Другие грехи, колдовство, всякую ругань, брань и так далее, пьянство всякое. Вы прикиньте, сколько человечества уже переродилось, сколько душ усопших. И когда придет Иисус Христос, вы знаете, что я скажу? Места не будет на этой земле. И в воздухе места мало будет, сколько душ уже переродилось на этой планете. Душа умирает, другая душа рождается. И сколько? Уже миллиардов душ. Очень много. А это все наши праотцы, предки наши, весь наш род человеческий, братья наши. У каждого свой род и у каждого свои грехи. И пока люди не осознают, за что мы страдаем, почему мы сейчас в последние времена должны пережить вот такое вот бескровное мучество, человеку не спастись. Потому что без попущения Бога нам бы никто не дал это явление жестокое, как пси-террор. Все праведные сейчас будут страдать, все добрые люди и так далее. А это уже промысел Божий, потому как хотят установить этот вот порядок антихриста. Если я вам еще прочитаю исповедь, есть еще и исповедь. Вообще, какие у человека грехи? Я не знаю, читает ли кто-то исповедь, молитву. Но я могу прочитать за тебя, за вас, Людмила, и за себя. Ну давайте поисповедуемся. Прямо вот молитва и исповедь. Исповедуем мы многогрешные имена, то есть. Я, Андрей и Людмила, Господу Богу Вседержителю, во Святой Троице славимому и поклоняемому Отцу и Сыну Святому Духу. Все наши грехи вольные и невольные, с отдельные словом и делом, или помышлением. Согрешили. Не сохраняем своих обетов, данных нами при крещении. Но во всем мы солгали и приступили, и непотребными себя сделали перед лицом Божиим. Согрешили. Маловерием, неверием, самомнением, колебанием в вере от врага, всеваемым против Бога и Святой Церкви. Самомнением и вольным мнением, суеверием, гаданием, самонадеянностью, нерадением, отчаянным в своем спасении, надеждой на самого себя и на людей, более чем на Бога. Согрешили. Забвением о правосудии Божьем. Не имением достаточной преданности воле Божьей. Непокорностью к действиям промысла Божия. Упорным желанием, чтобы все было по-нашему. Человекоугодием. Пристрастной любовью к твари и вещам. Нестаранием раскрытия в себе полного познания воли Его, веры в Него. Благоговение к Нему, страха пред Ним, надежды на Него и ревности о славе Его. Согрешили. Неблагодарностью Господу Богу за все Его великие и непрестанное благодеяния в изобилии, изливаемые на каждого из нас и в целом на весь человеческий род. Непамятованием о них, ропотом на Бога, малодушием, унынием, ожесточением своего сердца, неимением к Нему любви, ниже страха и неисполнением святой воли Его. Согрешили. Порабощением себя страстям, сладострастью, корыстолюбию, гордостью, самолюбию, тщеславию, честолюбию, любостяжанию, человекугодию, лакомству, тайноедению, объедению, пьянству, пристрастием к играм, зрелищам, увеселением, согрешением, божбой, неисполнением обетов, принуждением других к божбе и клятве, неблагоглаголением к святыне, хулой на Бога, на святых, на всякую святыню, кощунством, призыванием имени Божия в суе и в худых делах желаниях, согрешили, непочитанием праздников Божьих, нехождением в Храм Божий, поленностей и по нерадению, неблагоговенным стоянием в Храме Божьем, разговорами, смехом, невниманием к чтению и пению, рассеянностью ума, блужданием мыслей, хождению по Храму во время богослужения, преждевременными выходами из Храма и нечистоте, приходили в Храм и прикасались к святыням Его, согрешили, нерадением к молитве, оставлением утренних и вечерних молитв, нехранением внимания во время молитв, оставлением чтения Святого Евангелия, Псалтыри и других божественных книг, согрешили, утаиванием на исповеди грехов, самоправданием в них и умолением их тяжести, покаянием без сердечного сокрушения и нестаранием о должном приготовлении ко причащению святых тайн Христовых, не примирившись со своими ближними, приходили на исповедь и в таком греховном состоянии дерзали приступать ко причастию, согрешили, нерушением постов, нехранением постных дней, среды и пятницы, невоздержанием в пище и в пятии, небрежным и неблагоговейным изображением на себе крестного знамения, согрешили, непослушанием, самонадеянностью, самонравием, самочинием, самоуправданием, ленностью к труду и недобросовестным исполнением порученных работ и дел по долгую службу, согрешили, непосчитанием родителей своих и старших себя по возрасту, дерзостью, самонравием и непокорством, согрешили, неимением любви к ближнему, нетерпеливостью, обидчивостью, раздражительностью, гневом, причинением вреда ближнему, неуступчивостью, враждой, злом на зло, воздаянием, непрощением обид, злопомнением, ревностью, завистью, зложелательством, мстительностью, осуждением, оклеветанием, лихаимством, несострадательностью к несчастным, немилосердием к бедным, скупостью, расточительностью, корыстолюбием, неверностью, несправедливостью, жестокосердием, согрешили, лукавством против ближних, обманом их, неискренностью в обращении с ними, позазрительностью, двоедушием, сплетнями, насмешками, остротами, ложью, лицемерным обращением с другими и лестью, согрешили забвением, о будущем вечной жизни, непамятованием о своей смерти и страшном суде, и неразумной пристрастию, привязанностью к земной жизни и ее удовольствиям, согрешили невоздержанием своего языка, пустословием, разнословием, смехотворством, разглашением грехов и слабостей ближнего, соблазнительным поведением, вольностью, дерзостью, согрешили, невоздержанием своих душевных и целесных чувств, пристрастием, сладострастием, нескромным воззрением на лиц другого пола, вольным с ними обращением, блудом, прелюбодеянием, излишним щегольством, желанием нравиться и пререщать других, согрешили, неимением прямодушия, искренности, простоты, верности, правдивости, уважительности, степенности, осторожности в словах, благоразумной молчаливости, хранения и защищения чести других, неимением любви, воздержания, целомудрия, скромности в словах и поступках, чистоты сердца, нестяжательности, милосердия, смиренно-мудрия, согрешили, унынием, печалью, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, похотью, нечистотой и всеми нашими чувствами, помышлениями, словами, желаниями, делами и прочими нашими грехами, которых из-за беспамятства нашего мы не помянули. Каемся, что прогневали Господа Бога нашего всеми своими грехами, искренне об этом жалеем и желаем всевозможно воздерживаться от грехов наших. Господи Божий наш, со слезами молим Тебя, спаса нашего, помоги нам утвердиться в святом намерении жить по-христиански и исповеданные нами грехи прости, якоб благ и человека любит. Аминь. Прикреститесь. Вы понимаете, вот это вот исповедь, это просто молитва, в которую вписаны банально грехи, которые повседневно человек делает. А сколько у него еще тайных своих грехов, которые он не исповедует. Поэтому тут описано описано даже о таинстве причастия и покаяния, когда человек кается. Если человек кается, ему нельзя скрывать свои потайные самые грязные грехи. Понимаете? То есть, когда человек будет в таком состоянии причащаться, Господь ему благодати не отдаст. Потому что нет сокрушенности в сердце. Почему? Потому что утаил. А утаить грех это что значит? Поставить себя выше Бога. Если вы не хотите еретикам каяться идти, если в церкви уже стоят ФСБшники и КГБшники, можете каяться просто записав все свои тайные вот эти вот грехи, которые вы укрыли у себя где-то. Просто на листик выписав их и кайтесь прямо у себя дома или друг другу. Вот так вот. Сейчас последние уже времена и скоро в этот век. В этот век грядет уже Господь. Потому что изменения налицо. Это не те времена, как мне какой-то один сказал батюшка. О, вы помните 700 лет назад? Что было? Тоже говорили, сейчас будет Армагеддон там или что-то там какой-то будет апокалипсис там это. Я говорю, слушайте, слушайте меньше россказни. Верьте. Сейчас апокалипсис налицо виден. Биометрия налицо видна. И это не какие-то просто мораль какая-то. Видно уже прекрасно, что устанавливаются банкоматы биометрические и так далее. И банковская система вся меняется. Все переходят на технологию антихриста. то есть через отпечаток тела. Через получение принятия данных через тело человека. А это что значит? Это уже печать на чело или на руку на правую уже не за горами. Поэтому я призываю всех жертв психотеррора принять бескровное мученичество и вымаливать свои грехи, своих предков и себя на исповеди. вот так вот. Каяться, причащаться. У кого рядом церковь юридическая, где уже вы чувствуете, что благодать Господня не сходит, ходите в церковь, просто ставьте свечки за здравие себе, своей семье, своим врагам, молитесь просто тому икон и так далее. Кайтесь тогда в другой церкви где-то. Но каяться надо. Вот так вот. Только так можно вымолить спасение своей души. Если человек, который живет без Бога и он не хочет прийти к православной вере, то есть не хочет прислушаться меня, это его личный выбор. У всех есть время и у всех есть свой разум, как говорится, голова на плечах. Библия говорит, будьте мудры, как змеи в последние времена. Претерпевший до конца спасется. С вами был я, Андрей Шутов. Желаю всем Божьего спасения. Хранил Всех Господь. Людмила, вы считаете? Да, конечно. Да, конечно. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. И вам спасибо. Если вы хотите еще что-то пожелать нашим также жертвам всем психотеррора, пожелайте, наверное, мы закончим нашу беседу. На такой вот ноте. Вот тогда уж дай Бог терпения нам всем. Дай Бог терпения нам всем. Да. Хранил Всех Господь. Все тогда. До связи. До свидания. Продолжение следует...